Эпохи, события, явления, люди. То, что определяло наш уникальный и самобытный путь. Путь Беларуси. Приветствую, я Владимир Александронец, и это история про, про тех гомельчан, которые делали нас, белорусов, белорусами. Не так давно на хранение в Музей военной славы попал документ, в котором на протяжении десятков лет Велина Барыкина, дочь героя Советского Союза Емельяна Барыкина, записывала все, что помнила об отце сама и что говорили о нем люди. Копия дневника самого героя, который он вел на протяжении всех военных лет, хранится сегодня в Музее Дворца Румянцевых и Паскевичей. Страницы жизни человека-легенды, героя подпольного и партизанского движения на Гомельщине Емельяна Игнатьевича Барыкина мы сегодня будем листать. О довоенной жизни Емельяна Барыкина известно немного. Родился в 1902 году в Брянской области в многодетной крестьянской семье. Окончил начальную школу. В юном возрасте начал трудиться рабочим паровозного депо на станции Брянск. Женился. Незадолго до войны был направлен на работу в политотдел белорусской железной дороги, который находился в Гомеле. В 1940 году Емельян Игнатьевич был избран первым секретарем железнодорожного райкома партии, а в марте 1941 секретарем Гомельского горкома. С первого дня Великой Отечественной войны Барыкин включился в работу по организации подпольного и партизанского движения на Гомельщине. Когда стало понятно, что оккупации избежать не удастся, принял самое активное участие в эвакуации крупных предприятий и жителей Гомеля вглубь страны. Его собственная семья оставалась рядом с ним. Лишь в самый последний момент, когда бои уже шли на окраинах Гомеля, он усадил жену с ребятишками, вместе с семьями других партработников в полуторку и отправил в сторону Брянска. Но далеко уехать от этого российского города не удалось. Немецкий десант перерезал дорогу на Смоленск, вынудив беженцев вернуться в Брянск. Там семья Барыкиных и пережила оккупацию, ничего не зная о судьбе Емельяна Игнатьевича. Строки из дневника. «Как все дурно сложилось у меня с семьей. Но зачем ей было раньше времени ехать из Гомеля, чтобы застрять в фашистской неволе? И я тоже, простат, не мог догадаться, что поездка в Брянск не меняет положение. Теперь положение этого не исправишь». В августе 1941 года в районе Щекотовской лесной дачи, неподалеку от шоссе Гомель-Чернигов, собрались представители партийного актива. Люди, которым предстояло принимать важные решения в условиях военного времени. Один из вопросов касался создания партизанского отряда «Большевик». До последнего дня оккупации Емельян Барыкин будет лично участвовать в боевых операциях, пройдет тропами партизанской войны вместе с товарищами, многие из которых за годы военного лихолетия станут для него семьей. Из дневника. Возвратился Саша Исаченко с Жлобинской дороги. Результат больше, чем положительный. Взорвано и свалено под откос два поезда, оба с военным грузом, идущим к фронту. На счету Саши Исаченко имеется уже четыре поезда. Парень – золото. Безусловно, заслуживает награды. Подвиги партизанской бригады под руководством легендарного подпольщика и партизана вошли в учебники истории. По желтевшим от войны страницам дневника, боевой офицер не мог доверить детали операции, а вот чувство – мог. На днях сожгли дотла деревню Лоски и расстреляли 420 жителей только за то, что эта деревня расположена вблизи железной дороги. Сведения о сожженных деревнях Юровичи, Олексичи, Безуев, Ровная, Ровенская Слобода, Молодушье полностью подтвердились. Зверство с населением в этих селах – убийство детей. Что же можно сказать? Это даже не зверство. Звери действуют бессознательно, только из жажды крови. Немцы же зверствуют с холодной расчетливостью профессиональных убийц-дегенератов. Подобных фашистам существ не рождал еще мир. Это какой-то выкидыш, урод, который не должен и не может долго существовать. Последним в послужном списке бригады «Большевик» стал бой за деревню Боровики Светлогорского района 18 ноября 1943 года. На следующий день партизаны попрощались с жителями деревни Шелковичи Речицкого района, в которой находился их лагерь. 26 месяцев боролась во вражеском тылу партизанская бригада «Большевик». За это время были уничтожены сотни вражеских солдат и офицеров. Взорвано свыше ста вражеских эшелонов, десятки мостов, склады снарядов и горючего. 1 января 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР Емельян Барыкин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Емельян Игнатьевич Барыкин – тот, о которых говорят «человек-победитель», «человек-история». А была бы возможной наша история без людей, которым самой судьбой было уготовано стать героями? Об этом поговорили с нашим экспертом, заместителем директора Гомельского областного музея военной славы Константином Мищенко. Емельян Игнатьевич Барыкин – один из основателей партизанского отряда «Большевик». Он был комиссаром этого отряда и один из организаторов подпольного движения в городе Гомеле. Поэтому человек неординарный, он действовал по принципу «делай, как я». Скажем, он ходил вместе с партизанами на выполнение боевых задач, не только планировал операции, но и непосредственно на них участвовал. Это было и первое нападение на немецкие колонны. И когда в июле 1942 года он попросился, чтобы его утвердили на первое задание по подрыву железнодорожного состава, была специальная мина такая, которую он использовал и провел успешный взрыв. Ну, как пример для партизан всегда следовал, поэтому вот это тоже очень важно. Ну, и всегда внимательно заботился о своих подчиненных, о партизанах и о населении местном. И всегда, как партийный работник, он требовал от всех уважительного отношения к людям вообще. У каждого народа должен быть стержень. И вот, как бы, историческая память, она формирует этот стержень. То есть он позволяет, как бы, грядущим поколениям, осматриваясь, как бы, в прошлое, двигаться в будущее. Поэтому это очень важно. Образ защитника Отечества – это, прежде всего, человек, способный в любой ситуации отстоять свою землю, отстоять ее в условиях, там, войны и так далее, сохранить для грядущих поколений. Гомель хоть и разрушен серьезно, но по-прежнему красив. Жизнь начинает кипеть. Восстанавливаются все предприятия. Многие уже работают. Пишет в своем дневнике Емельян Барыкин сразу после освобождения Гомеля. Он сразу включается в работу по восстановлению города из руин и по запуску предприятий. Но в памяти гомельчан Емельян Барыкин остался прежде всего как человек. Человек с большой буквы. Из воспоминаний Ростислава Тимофеенко, сына легендарного подпольщика Романа Тимофеенко, чье имя носит одна из улиц Гомеля. После освобождения мы захотели обратно вселиться в свою комнату. Мать ходила по всем инстанциям, но ей не пошли навстречу. Дядя Емельян зашел как-то в гороно, где застал плачущую маму. «Сергеевна, ты что?» – удивился Барыкин. «Мама из-за слез ничего не могла сказать. Тогда я рассказал, что нам негде жить». «Знаете, я никогда не слышал от Емельяна Игнатьевича ни одного бранного слова. Но тут он крепко выругался, снял трубку, кому-то позвонил и сказал, «Если в течение 24 часов семья Тимофеенко не будет заселена в причитающееся ей по закону жилье, завтра придешь и положишь на стол свой партийный билет. После этого нас сразу же заселили в родной дом». Еще в партизанском отряде Емельян Игнатьевич сильно ушиб ногу, упав с лошади. Тот ушиб оказался роковым. На его месте через несколько лет образовалась опухоль, переродившаяся в саркому, которая распространилась по всему организму. Он несколько месяцев пролежал в московской клинике, где и умер в марте 1951 года. Хоронили Емельяна Игнатьевича Барыкина в Гомеле, и проводить героя в последний путь вышел весь город. Перед тем, как уйти в партизаны, Барыкин выбросил бритву и начал растить бороду, с которой не расставался почти два с половиной года, пока сражался с фашистами. «Вот когда прогоним фрица, будет время, будем бриться», напевал он слова из любимой песни Леонида Утесова. Сегодня самая протяженная улица Гомеля носит имя Барыкина, а стену одной из многоэтажек на этой улице украшает сорокаметровый узнаваемый портрет. Потому что память – это важно. Вы смотрели «Историю.Пром». Мы не пересказываем прошлое. Мы рассказываем истории о тех, чьи судьбы определяли будущее Беларуси, создавали ее неповторимый облик и самобытность. Субтитры создавал DimaTorzok